Владимир Зеленский 20 августа подписал закон о запрете православной церкви. Сегодня в моем видео вы увидите переведенные мною два репортажа людей, причем немцев, которые понимают в религии, как они реагируют на то, что происходит на Украине, что творится там в церкви. Это же демократическая страна. Она так и называет, одна женщина, которая очень-очень понимает христианство, она называет так, что человек провозгласил себя Богом. Зеленский очень хочет войти в историю, и он войдет в историю. Он войдет в историю, как человек, который идет по трупам, и который ничего святого не осталось. Даже история, многовековая история о принятии христианства в 989 году. В 988 году, если мы смотрим летописи князя Владимира, Киевская Русь официально приняла христианство. 20 августа 2024 года великий человек только одной подписью поставил крест на многовековой истории христианства. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Дочлен. Извините меня, я сегодня в фуражке дома, потому что у меня очень большая простуда. Из-за кондиционера я постоянно простуживаю всегда, будучи, казалось бы, в жаре такой. Но вот именно в жару часто особенно неприятно вот этот грипп, такой летний грипп, или потому что по градам сил нет, тем не менее, вот я день не сняла, даже два получается. Но вы же знаете, блокер всегда блокер, и я продолжаю снимать видео у меня постоянно, потому что распаренный приходишь домой, дома холодно, и цак, или едешь в такси, то же самое. Так что, ну ладно, бывало и похуже, так что, поэтому уж извините меня за мою кепку, потому что у меня постоянно мокрые волосы, ну не хочется мне в таком виде себя показывать. Гонения на Украинскую Православную Церковь усилили с 2018 года. Тогда две из нескольких православных церковей страны объединились в Православную Церковь Украины. Они получили поддержку властей. А гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь началось особенно в 2022 году. В храмах и приходах проводились обыски. Священников арестовали по обвинению якобы антиукраинской деятельности. Архиепископ Севастийский Феодосий, сановник Иерусалимского патриарха, считает, что за кампанией по уничтожению церкви стоят западные интересы. Не украинские, а опять же западные. Соучастники и заговорщики этим ужасным действием против канонической православной церкви в Украине являются западные политические силы, которые делают все возможное, чтобы уничтожить церковь, положить конец существованию, найти альтернативу. Прискорбно и печально, что нынешнее гонение сопровождается разрушением и разграблением храмов, хищением пожертвованием, арестами епископов и священников, их преследованием и гонением на тех верующих, которые не хотят менять свою церковную принадлежность. К сожалению, все это происходит сегодня на глазах, на наших глазах. И весь мир наблюдает за этим, но никто ничего не делает. В стране, которая сложилась исторически, это истоки, истоки православной церкви. Кому это на руку? Кому это на руку? Конечно, западу ясное дело это на руку. Потому что церковь испокон веков очень большую, можно сказать, силу имела на людей. Даже в СССР, когда вы сами знаете, у нас с религией было в то время не так легко, солдаты шли в бой и крестились. Многие не знали молитвы, тем не менее, крестились. Мой дед об этом не рассказывал. Вера – это сила. Сегодня меня может в буквальном смысле стошнить. Потому что, что я только что увидела, очень актуально для Украины, а именно 20 августа, был принят закон о запрете православной церкви на Украине. Дорогие мои, если вы еще спите, не проснулись, и верите, что последние времена еще не наступили, я не знаю, проснуетесь ли вы когда-нибудь. Давайте посмотрим на эти фотографии, и что действительно было принято подавляющим большинством голосов в украинском парламенте. Я собираюсь прочитать статью об этом через несколько минут. Но посмотрите на то, что происходит, дорогие мои. Это действительно попиюще. И то, как реагируют христиане, всегда является признаком того, что Святой Дух действует. Честно говоря, тот, кто может так реагировать на гонения, как христианин, может делать это только благодаря Святому Духу. Это очень печально. Мое сердце разрывается. И давайте помолимся за этих гонимых христиан, не гонимых теористическими группами, как в Пакистане, а гонимых правительством. Мое сердце разрывается. Иисус дает силы нам. Эта женщина очень верующая. Но она, будучи немкой, в шоке. Немцы. Немцы в шоке. То, что вы видите здесь снова, это действительно очень свежие фотографии. Я молюсь за это. Давайте действительно молиться за наших гонимых христиан. Что именно там произошло. Сегодня я покажу вам кое-что необыкновенное. Во-первых, мы увидите статью. Я думаю, что это мы увидим через несколько минут. А именно, я имею в виду, что это ЦДФ. ЦДФ – это программа Государственная Германия. Очень долго планировалось навязать христианство изнутри, разрушить Церковь. Единственное, Церкви была разрушена. Затем была разрушена Мессия Церкви. Путем ее нейтрализации, маргинализации, путем смешения ее с ошибочными убеждениями, что вера не имеет ничего общего с политикой. То есть Бог не имеет никакого отношения к политике, а только ответственный за ваше спасение, что является просто ложью. Он не только ответственный за ваше спасение, он царь царей, он хозяин, законный владелец всей нашей земли. И то, что здесь происходит, теперь совершенно очевидно. После того, как им удалось уничтожить Ир, она даже говорит, кастрировать Церкви и ослабить христианство. Теперь они официально идут вперед и запрещают Церкви. Конечно, это Гайднемка, которая не ортодокс. Конечно, только те Церкви, которые не устраивают правительство, так всегда начинаются. Это всегда отдельные Церкви с определенными доктринами, определенными взглядами или связями, которые распространяют определенные учения. Да, например, если вы выступаете против гендерного Бога, то все начинают с того, что вас заставят молчать, или даже сажают в тюрьму. Да, действительно, такое лицемерие. И даже среди христиан так мало тех, кто встает на защиту своих братьев и сестер, говорит, проповедует, ободряет своих братьев и сестер и призывает правительство остановить это уничтожение христианства. Это причинает мне боль. Она хочет сказать, что мало кто говорит об этом, даже самые христиане. А теперь давайте вместе прочитаем статью и немного углубимся. Здесь у меня ЦДФ, вы можете это видеть. Обычные новости, никаких теорий заговоров. Извините, простуда. Украина запрещает православную церковь, лояльную Москве. Конечно, мы уже знаем, что православная церковь, лояльная Москве, может быть и правоэкстремисткой. В какой-то момент в Германии будет написано «Право радикальной свободной церкви». Это просто произвольная рамка, чтобы люди знали, что они действительно плохие. Парламент Украины запретил стране, православную церковь, лояльную Москве это решение, призвать защитить от агентов Кремля. Да, именно так. Парламент Украины проголосовал за запрет православной церкви, которая связана с Россией. По данной парламентарии, в Раде, в Киеве, спорный законопроект во втором чтении получил подавляющее большинство голосов. 322 запроголосовали 265 депутатов. Законопроект предусматривает запрет на деятельность религиозной организации, связанной с Москвой. Это обосновывается тем, что московский патриарх поддержит агрессивную войну против Украины. Депутат спрашивает о национальной безопасности, а не о религии. Ага, значит, дорогие мои, они говорят, что в церквях есть шпионы и агенты. Ух ты, это, конечно, нечто. Значит, церковь скрывают по соображениям национальной безопасности. Дорогие мои, это произойдет и в Германии, и не только в России, поэтому меня так возмущает все это, поэтому я разговариваю об этом, поэтому я хочу кричать об этом. Проразглашается национальная безопасность, и поэтому церкви закрывают. Кстати, это уже происходило 4 года назад. Церкви подвергались нападению и закрывались по соображению национальной безопасности. Ответление этой церкви в Украине оправдывало преступления против собственного народа. Супер. Официальный закон служил в защите национальной безопасности и религиозной свободы. Итак, свобода – это рабство, а рабство – это свобода. Мы откуда-то знаем, для вступления в силу законопроекта его должен подписать президент Владимир Зеленский. Что ж, с этим у него проблем не будет. Ирина Герощенко, депутат парламента, назвала это решением историческим. Да, это действительно так. Это только начало, она хочет сказать. Это затопит весь мир в интересах, политических интересах. Итак, это Ирина Герощенко объяснила, что это вопрос национальной безопасности, бля-бля-бля, а не религии. В Москве официальный представитель МИДа Мария Сачарова резко раскритиковала запрет цель глубоко разрушить каноническое истинное православие. Вот, дорогие мои, что мы имеем. Они просто излагают правду. Им нужно православие, которое, кстати, означает правильное учение. Именно так видит себе и православная церковь, особенно восточная православная церковь. Отделившаяся от римско-католической церкви во время раскола в XI веке. Ее цель и центр в том, что мы хотим сохранить чистую доктрину. Нас не волнует количество членов нашей церкви. Нас волнует сохранение чистого учения. Я говорю о ее самовосприятии. Закон вступит в силу через 30 дней после его публикования, сказал депутат Ярослав. Шелезняк. После этого у отдельных приходов будет 9 месяцев, чтобы делиться от Москвы. Православные церкви, агентурная сеть Кремля в раздробленном украинском церковном фланшшафте, где около 10 тысяч приходов находятся под контролем московского патриарха. Православные церкви в России депутат от Киа Роман Ларшинский написал в Facebook, что сегодня мы вступили на неизбежный путь очищения изнутри агентурной сети Кремля, которая десятилетия скрывалась под маской религиозной организации. Но мы знаем, что эти термины, эти термины, и так, то есть это все фейк, от прикрытия. Эти чистки, предлагаем очистки. И у меня еще один вопрос. Если 10 тысяч церквей в Украине выступают за Россию, то как Украина может утверждать, что на самом деле не хочет иметь ничего общего с Россией? В этом весь конфликт, что Россия говорит, что Украина против русских. То есть те, кто принадлежит России, российских граждан, так сказать, в Украине. Вот и весь конфликт. Я знаю людей из Украины, которые все время говорят, что это огромная проблема. Так же, как и в прошлом, преследовали евреев. Здесь преследуют русских, Украине, потому что Украина когда-то входила в состав Советского Союза. Так что у нее есть своя история. Ее много, ее очень много. Из 10 тысяч церквей. Давайте просто скажем, сколько им принадлежит. Одна часть, но это не менее 10% Украины. Так как же Украина может сказать, что мы все не хотим иметь ничего общего с Россией. Проблема в этом. Что ж, давайте читать дальше. Мы знаем, что там очень много лжи. Но так всегда бывает на войне, конечно. Пока закон обсуждался, западные партнеры Украины также предупреждали, что запрет не привел к углублению религиозного раскола в Украине. Именно так и есть. В этой стране существует раскол. И этот раскол глубже и больнее, чем когда-либо прежде. разные лагеря, даже внутри лояльно Москвы, церкви, Россия и значительная часть Украины веками составляли единое церковное пространство, которое принадлежали московскому патриарху. Однако, с момента обретения государства независимой украинцы также пытаются получить свою церковную независимость. Так что не все русские православные церкви стоят за Путина. Ага, что ж, напрашивается вопрос. Ладно, не буду углубляться в эту тему. В 2018 году всемирный патриарх Варфоломей признал Константиополе православную церковь Украины, которая больше не подчиняется Москве. В мае 2022 года после российского вторжения лояльно о Москве церковь в Украине заявила о своем формальном отделении от России, но продолжает признавать московский патриарх. Итак, с одной стороны они хотят отделить церковь от государства, чтобы церковь могла заниматься своими делами, но внезапно, однако, церковь больше не может решать, какому святому лидеру ей принадлежать, к тому или к тому. Я признаю, что это сложно, но я вам говорю об этом с огромной уверенностью, говорит она. Вся эта война, весь этот контроль, все это порабощение, все это имеет свою цель. вера в истинного единого Бога, в того, кто пришел в этот мир, Сын Иисуса Христа, чтобы примирить этот мир с Богом, взять его власть, чтобы уничтожить, уничтожить, он хочет сказать, сатану. Это и есть цель. Почему? Потому что это, потому что Бог реален. И она говорит, он пришел в этот мир в образе человека, чтобы принять свое правление, потому что это единственное спасение этого мира. Это как в кино. Законного короля свергают и самое главное цель уничтожить этого законного короля, потому что только в этом случае безопасность трона гарантированно. Понимаете вы это? Дорогие мои, неважно, верите ли вы в Бога или нет. Это странное уличение атеизма, это специальный эксперимент, это социальный эксперимент. Еще, никогда в истории человечества никому не удавалось вымыть из человека веру в Бога, сбить его с пути истины и заставить поверить то, что это произведение искусства возникло случайно. Хочу сказать, я не буду все в целом приводить, очень длинное интервью с этой женщиной, очень интересно. Она хочет сказать, что со споском веков веру в Бога не могли ни войны, ни какие-то там не знаю, катаклизмы не могли убить и, как она говорит, вымыть из человека. Нужно очень много, чтобы убедить человека не верить в правду и реальность. Но вы можете убедить в этом на примере того, что сегодня люди все еще способны поверить в существование более чем двух полов. Из этого можно сделать вывод, что людей отучили думать самостоятельно, то есть пропаганда сверху, и верить собственное чувство. В противном случае они бы признали Бога, дорогие мои. Думай, что он создан случайно, что это все случайность. Это невозможно. Это говорит о том, что противник, который превозносит над всем, что называется Богом и святыней, то есть сейчас украинские политики превозносятся выше Бога. Понимаете? Вот что она хотела всем этим сказать. И она переводит пример вообще офигенный. Посмотрите, что он называется Богом или святыни. Это то, что мы сейчас видели на Олимпийских играх. Ничто не свято для человека, ничто абсолютно больше не свято. Вы сами знаете, что там было на Олимпийских играх. Третий пол. И она говорит так, все про то же правильное. это не значит того, что эти люди не знают Бога. Это нечто гораздо более дьявольское. Они знают Бога Иисуса. И они хотят, чтобы изгнать Его, победить Его. Это как по Библии, ребята. Все сейчас происходит так. И вот она сейчас говорит тоже правильные слова, что в Откровении 17 Вавилон уничтожил сам себя. И там говорится, и она говорит, сравняется с сегодняшним временем. Там так и говорилось. так вот, вы знаете, это тяжело очень понять, и поэтому она говорит своими словами сейчас. Здесь отдельная церковь, где люди могут сесть и сказать, я сам себе Бог, наши политики, украинские политики. У нас больше нет Бога над нами, мы сами являются богами, а не какая-то там антироссийская пропаганда в церквях или пророссийские. Нет, они считают себя, сами себя. Так они себе уже вознесли, что я сам себе Бог. У нас больше нет Бога над нами. И тут она тоже правильно говорит. Будет церковь, отступническая церковь, блудница, как хотят новую церковь как бы вести в Украину, как сказано в Откровении Сената, где она будет использована для обольщения людей в своих целях, потому что они, эти люди, произогласили себя Богом. Я простыми словами сейчас хочу вам сказать, что здесь очень тяжелая для перевода была статья, то есть вот этот вот ТикТок, вот эта женщина говорила, не ТикТок, это из Ютюба, это было очень нелегко, но мы все, я надеюсь, поняли, я постаралась вам простыми словами все это объяснить. Вера это надежда, если у нас отбирают надежду, значит человек слабым становится. даже а для украинского правительства нужно, чтобы люди становились слабыми, чтобы они были только манипулированы своим правительством. Я человек, который прошел клиническую смерть, знаю, о чем говорю, путем веры, путем веры в Бога, даже не ходя в церковь, лежа 4 месяца в больнице, между смертью и жизнью и смертью, я так считаю, благодаря веры в Бога, молитвам, которые давали мне силу, так же и на войне, только это многим помогает выжить, благодаря этому я стала жива. В 1988 году тогда же была и создана Киевская и вся Руси митрополия Константинопольского патриархата. Князь Владимир был один год до этого крещен в Крыму, можете представить, в Крыму, который тогда принадлежал еще Византии. Насколько мы связаны славяне друг с другом, наша вера, поэтому это вообще что сейчас творится, я считаю полная жесть на Украине. В 1299 году митрополитен Максим окончательно покидает Киев и уезжает во Владимир. Поэтому когда я слышу знатоки истории, которые утверждают, мы разные люди, славяне, ничего, мы не братья, почитайте его историю. Еще более ста лет митрополиты называли Киевской всея Руси. Связано то время было с монголо-татарами, потому что Киев был полностью разорен. И потом престол принесли в Москву. Вот так мы такие разные с вами украинцы. Это наша история, это наша вера, общая вера. государству Украины невыгодно, чтобы, еще раз повторяю, чтобы люди веровали в истинную веру. Им нужно облапошивать, вешать лапшу на уши людям, особенно не очень образованным. Мало того, теперь будут гонения, даже, вы думаете, люди, у них же не отберешь их веру. Люди будут собираться где-то на домах, в каких-то подвалах и так далее. Представляете, собираться в подвал после такой истории многовековой, которую не хотят отобрать. Раньше говорили за Бога, за Родину, А теперь говорят за Зеленского. Это я утрирую. Оно так и есть, а за кого еще? Из-за всех этих, которые свои карманы набили зелеными и евриками. Вы слышали на разрыв украинской церкви с Московской дают девять месяцев. Как они хотят довести до своего народа, чтобы не было беспокойств, что агенты Кремля под прикрытием церкви. Я буквально недавно видела один репортаж, который меня потряс о том, что происходит на Украине. Рассказ идет о одном украинце, который перебежал на российскую сторону. Он давал интервью. И который просидел год в тюрьме, ему дали 1,3, он просидел почти год в тюрьме и опять пошел воевать против Украины, потому что он очень много понял. Красавец парень, красавец. И я хочу ребятки вам сказать, что, извините за простуды, надо водички выпить, хочу вам сказать, что он рассказывал, что творится. Это настоящий беспредел, фашизм, национализм, запреты везде полные, как для своего народа, так прививание ненависти к другим народам, кроме тех, которые их поддерживают. Это для них, теперь не церковь для них, а можно повесить флаг Америки вместо иконы и на них молиться. Да, так и есть у некоторых. Посмотрите на чат-рулетку, что там творится, когда иногда встречаются украинцы с российскими, с россиянами. Или посмотрите, немцы бывают, которые нормально русскоговорящие встречают украинцев. Так вот этот парень, сам украинец, рассказал, что тех, часто им говорят, он был очень ранен, ранен, он знал, что если он дальше, у них и оружия уже не хватало. И они сказали, что он сказал, что я понял, что мне надо отступать. Им сказали, если вы сейчас не пойдете, а многие из них ребята были, вот действительно те, которые бросали на поле боя почти без подготовки, там подготовка была несколько дней. И им сказали, он своими глазами, так называется репортаж, я видел, как наших украинцев, вы сейчас вообще обалдите, что я скажу вам, хоронили заживо, им говорили, мы похороним вас заживо, или вы идете дальше, против, сейчас воевать дальше, против россиян, России. Вы можете представить, какими методами. все те, которые приходят на мой канал, и другие каналы похожи на мои, а их у нас очень много сейчас, ребята, в Германии, да и в других странах, и в Америке сейчас уже миллион, и в других русскоязычные, конечно. Сейчас уже и немцы, вот немка сама, сейчас посмотрели репортаж. Так вот, ребята, власть Украины хочет полный контроль, полный контроль, как концлагерь. Контроль над церквью, контроль над людьми. Ты не распоряжаешься своей жизнью больше, ты не распоряжаешься своим имуществом больше. Что вам еще надо? Мне очень нравятся люди, которые приходят на мой канал, украинцы. Я уверена, это не из Украины люди, а люди, которые приходят, которые уехали на запад и сидят как вот эти бездельницы, паразиты, которые пишут мне гадости. И они пишут, вы не боитесь, особенно если слышат, что я заболела, или что-то самое произошло, хотя я болею до того, как канал мой открыла. Так вот, из-за ошибки врача все это получается, потому что слабая иммунная система. Но я все равно сильная, не переживайте. у меня иногда физическая сила не так важна, как моральная, а у меня очень сильная моральная сила. очень сильный человек. Так вот, те, которые приходят и говорят, побойтесь Бога, вас Бог накажет. Кто вы такие, что вы отвечаете посредники между Богом, которые пишут мне, что Бог меня накажет. Это те, которые ни разу не ходили в церковь, которые может даже не крещеные. Это те, которые пользуются только всем возможностями, которые предоставили им запад и которые не знают куда уже от жира в голове, не знают, что им вообще делать. То ли они поедут в Америку опять жить, то ли они поедут на Украину жить, то ли они поедут в Польшу жить, то ли останутся в Германии. У вас же вообще здесь ничего нет в душе. Души нету. Нет. Бог накажет вас. Эти люди, которые, страна которая превратилась в сатанистов, нацистов, которые в форме СС ходят и которых своих ребят чуть не закапывают, если они не идут в бой, а говорят, мы боимся, мы не можем. Это не в наших силах. Закапывать живьем. И вы говорите мне, мне, человеку, который помогает людям, помогает животным, живет, старается, конечно, я не идеальна, у меня миллион, а кто из нас идеальный? Ну, по крайней мере, у меня часто моя душа чиста. И вы мне смеете говорить? Нет, вот за это, что вы говорите от Господа Бога, вы последний, значит, вы тебе тоже считаете, что вы приравниваете к себе какому-то апостолу, что вы может другого человека сказать, вас накажет Бог. А кто вы такой, чтобы это говорить? Побойтесь за свою душу и подумайте после жизни, что с вами будет. Лучше всего делайте хорошие дела, и вам зачтется. А не ходите по каналам от безделья и пишите, вас накажут, вас накажут. Люди, которые пишут больным людям, вас накажут Бог, и это вам правильно за это, Бог не наказывает болезнью. Это точно, не надо мне это говорить. потому что Бог слишком справедлив. Бог кстати болезнью часто очень хороших людей наказывает, потому что он считает болезнь, это в принципе часто считается болезнь, как это непарадоксально звучит, болезнь это почищение наших всех грехов, а мы все грешные. Кому дано это, кому нет, а у вас даже шанса не будет, чтобы потом, ну вы же не думайте, что будет после смерти. Вам нужно только сейчас и сегодня побольше бабла, ничего не делая. Дорогие мои друзья, всего добра, я вас с вами прощаюсь, пока, до новых видео, пока.